добрый день друзья сегодня проанонсирую вызвавший интерес препарат по восстановлению зрения вот видите что я уже практически без очков и прекрасно вижу потому что идет процесс процесс не быстрый вот но вот я уже могу ходить без очков некоторое время там дома вот на улице я естественных одевая потому что этот процесс еще раз подчеркиваю длительный и требует вот как пишет автор живниров владимир алексеевич требует порядка 1 2 месяцев непрерывной работы вот с этими устройствами это светодиодный модуль я вам сейчас его покажу потому что все спрашивают а что это такое как это и уже как бы проявлен интерес живой к этой технологии мы делаем с владимир алексеевич и сейчас порядка 100 программ на различные действия каталог мы каталог составляется настоящий момент то есть у него наработки вот то что он делал то что он проверил еще раз подчеркиваю проверил это не то что сегодня сделано и уже можно как бы предлагать нет это все было опробировано и проверено и действительно вот я пользуюсь двумя модулями это женщин то есть продление жизни обложения взят взята информация с этого растения с корня женщин и сейчас я пользуюсь модулем зрения то есть я вот как бы взял владимир алексеевич вот эти все разработки и проверяю сейчас на себе вот но и вот я прекрасно вижу все то есть у спокойно ориентируясь то есть у меня было было стигматизм вот но сейчас вот я смотрю практически можно ходить уже без очков единственный момент что в городе конечно и на работе приходится их одевать пока временно вот но я надеюсь что в ближайшее время вообще их сниму и я вам сейчас прочитаю инструкцию на этот модуль потому что опять же живой интерес и я присылаю фотографии но лучше все это зачитать как бы с экрана ваших смартфонов компьютеров для того чтобы вы это все как бы немножко осознали вот есть инструкция такая вот я показываю вот к модулю идут вот 2 2 таких листочках вот модуль представляет собой такой светодиодный модуль им от это может быть и фонарик то есть мы можем брать как бы изделие любого формата где присутствует светодиоды вот такой модуль и есть еще вот просто фонарик там 6 светодиодов то есть он будет немножко помощнее работать вот он вставляется в адаптер вот адаптер такой который можно подключить принципе к телефону или же вы непосредственно вставляете этот модуль в пауэрбанк вот а значит модуль и будут еще вот такие вот такую что сенью будет шнурочек будет разъем юсбишный вот их можно подключать и компьютеру и к через адаптер опять же вот видите адаптер такой и к телефону я работаю с телефоном через такой адаптер то есть у меня есть сотовый телефон и эту оставляю запасной не мой вот не этот который на котором я как бы сейчас вещает вот оставил старенький мой телефон который в прошлый раз работал с ним как бы он был у меня вот я его сохранил для того чтобы можно было органатор с органатором работать с нео бубном вот я об этом уже рассказывал тоже очень интересное устройство устройство пачиевского владимира вот и вот сейчас я использую вот такой модуль для исправления зрения то есть а каждый день один раз в день где-то по 8 минут часа зачитаю инструкцию зрение основное назначение светодиодный модуль зрение предназначен для восстановления структуры хрусталика глаза что приводит заметно восстановление зрения и уменьшению степени астигматизма у меня стигматизм заметный эффект проявляется примерно через один тире два месяца после начала использования применения принцип работы в основе воздействия лежит влияние на человеческий организм копии электромагнитных излучений здорового хрусталика глаз то есть это уже энергоинформационный препарат который может воздействовать восстанавливать за счет здорового хрусталика то есть информация здорового хрусталики содержится вы ее воспринимаете и можете как бы вот это все дело осуществлять не является лекарственным средством срок годности два года это вот я вам прочитал эту инструкцию который владимир алексеевич вот ее видно наверно вот ее в принципе поставляет вот этого все будет такому пластиковом пакетике вот у меня он есть то есть нет я владимир алексеевич взял набор его программ и сейчас потихонечку тестирую что касается женщине да действительно какие-то изменения идут в организме опять же это нужно проверять то есть каждый организм он чисто индивидуален еще раз подчеркиваю здесь здесь мы никаких чудес не предлагаем людям а предлагаем некое воздействие на организм который может привести подчеркиваю может привести к изменениям то есть можно попробовать это и понять работает этот эта система или не работает потому что человек парадоксальное существо это нужно очень хорошо понять есть при работе энерго информационных устройств есть вероятность срабатывания это всегда это закон природы мы не можем отменить из кто-то вам говорит что сто процентов сработает это не так есть вероятность срабатывания воды чем она выше чем эффективнее препарат это везде и даже таблетки если вы будете пить любого препарата есть вероятность что они вам помогут врачи об этом не говорят вот и поэтому врач ищет набор разных лекарств которые вполне возможно у вас работают так работает и медицина и гомеопатия и все 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 устройства которые воздействуют на человека потому что человек это парадоксальная парадоксальный объект парадоксальное существо назовем его так может сработать может не сработать у меня вот срабатывает общее положение учитаю 2 лист вот я вам инструкцию я здесь ничего не придумываю сам я это все получает владимир алексеевич жирнирова вот он не дает я как бы взялся ему помочь в распространение и его ценных разработок еще раз подчеркиваю все вопросы если вы будете задавать я буду переводить это жирнирова то есть пересылать эти эти вот самые вопросы и соответственно вы получите ответ от него непосредственно я ничего вам не скажу потому что это его разработка в основе воздействия вот общее положение в основе воздействия лежит влияние на человеческий организм и электромагнитных излучений лекарственных и стимулирующих средств то есть это идет модуляция то есть мы создаем фантом это технология магнитного фантома очень сложного которое можно стабилизировать пространство вот и в том числе закрепить его в материале за счет структуры материал то здесь нужен не просто материал особый материал в котором можно этот фантом закрепить вот в организм то магнит изучение лекарства и стимулирующих средств то есть мы имеем в данном случае стимулирующие средства не лекарственное записанных и на светодиоды сертифицирован электромагнитным устройством серии феникс м то есть он разработчик этого комплекса феникс м в результате проведенных экспериментов показалось что воздействие информационных копий не уступает воздействию оригиналов явление аллергии и передозировки при этом отсутствует то есть это средство не химического свойства то есть она не вызывает каких-то побочных эффектов и отрицательное воздействие полностью блокируется иммунной системы организма человека то есть то что полезное и необходимый организм сам возьмет и вот эти блокировки экраны до блокирующие они в данном случае максимально работают если вы берете препаратом фактически нарушаете вот этот вот баланс то есть вы разрушаете систему защиты и соответственно вы имеете побочные эффекты вот почему фарма препараты они вредные в ряде случаев то есть они имеют побочные эффекты и все там прописано то есть когда идет испытание любого препарата вот естественно вы должны обращать внимание и на побочный эффект здесь это отсутствует в силу того что мы не нарушаем вот этот вот кокон баланс вот эту систему защиты вот этого как бы своего организма соответственно это препарат он безопасный то есть организм возьмет то что ему нужно если возьмет если вы сможете настроиться до если вас будет очень резкий скепсис против этих устройств я всегда говорю что здесь это несколько другого свойства вещества то есть это препараты которые воздействуют и требует участия в этом человека как оператора то есть мы имеем как бы элемент машинный технический это светодиодная матрица излучения и объект биологический человек сложная система созданная природом и богом и вот они должны найти взаимодействие вот это очень важно понять если вы не находите взаимодействие то есть вам тоже нужно постараться когда вы пьете лекарства вы запиваете водой это же как бы нас настраивайтесь на извлечение вот и там вот есть 25-30 процентов врачи говорят что срабатывает плацебо то есть ваша установка вот в этом случае вот в этом случае идет воздействие энергоинформационная на вашу структуру на внешнюю то есть на биополе человек и вот в биополе должен появиться отклик на эту систему на это воздействие вот когда отклик идет срабатывает вот это вот вот этот механизм изменения функционального состояния организма вот это нужно понять с определенной вероятностью еще раз подчеркиваем с определенной вероятностью кто вам будет впаривать то что это сто процентов срабатывает посылайте его куда подальше этого это невозможно в силу объективных законов развития мироздания и объективных законов срабатывания таких видов устройств энергоинформационные устройства всегда имеет вероятность воздействия всегда вероятность воздействия и И чем больше мы будем туда вкладывать, скажем так, четкость информации и мощность потока, даже не мощность потока, он должен быть и не сильным, и не слабым. Он должен попасть в баланс. В баланс с колебаниями нашей системы. Вот когда он попадает в баланс, он вызывает резонанс внутри организма. И идет эффект. Появляется эффект вот этот вот. Это прописано в научных публикациях. Я тут вам цитирую первоисточники. То есть я здесь ничего не придумаю. И продолжаю эту инструкцию вам докладывать. Воздействие включенных светодиодных пластин осуществляется на определенном участке тела. То есть вы должны светить в определенный участок тела. На центр ладони, правой или левой руки. То есть вот сюда вот. Я вот сюда вот воздействую. То есть беру, вот прям вот так вот беру, и у меня свет туда в ладонь светит. Или же на область пупка. То есть пупок в течение 8 минут. При заболевании повторять через 3-5 часов. То есть у вас какое-то заболевание, вот, то со зрением связанное. То вы это все повторяете через 3-5 часов. То есть у вас несколько циклов идет воздействие. Количество сеансов и длительных воздействий уточняется врачом или консультантом. То есть мы задаем вопрос, Владимир Алексеевич, он разработчик, он говорит, вот сколько нужно. Или же вы идете к врачу, который занимается этими технологиями. У нас есть такой врач, мы можем его посоветовать. Он находится в Москве, вы можете к нему прийти на консультацию, и он вам скажет, сколько, какое количество раз вы должны воздействовать для того, чтобы изменить что-то. То есть зрение там и так далее. Это не является лекарственным средством. Правильно, потому что не является лекарственным средством. Это является энергоинформационным препаратом. То есть он не является химическим агентом, который вы вводите в себя. Вот он воздействует по вашему, как бы на вас, на вашу вот этот вот, ну назовем это, скажем так, набор электромагнитных излучений. То есть он модулирует их. Вот. И срок хранения вот этого модуля, вот он, модуль, два года. То есть вы два года можете, хотя срок хранения и больше. То есть он может храниться и больше, но мы вынуждены это говорить как продукти. Да, то есть мы должны всегда, ну скажем так, номинальный срок хранения. Вот такой вот. Вот у меня Z даже написано зрение, помечено. Вот такой вот, такой продукт. Вот по зрению. То есть вы исправляете зрение. Воздействие на хрусталик. Вот кто спрашивал, как идет воздействие. Воздействие на хрусталик глаза. Вот. И если у вас он искусственный, естественно, никакого воздействия не будет. Вот. Он только должен быть натуральным. То есть вашим. То есть если вы поменяли хрусталик в связи с глаукомой, вот, то вы должны это понимать. Теперь я, как бы, в конце своего выступления хочу проинансировать то, что у меня есть сейчас в наличии. Значит, это икут армейский. Вот. Есть уже выпущенная партия. Вы можете ее заказывать. Вот. Он может использоваться и как кулон. В этот раз мы делаем изделие, которое не портится. То есть когда нету расходных пластин. То здесь была расходная пластина. Вот сейчас это золотая пластина. Вот видите, золото. Натуральное золото. Это покрытие. Вот. То есть это не массив золота, а именно покрытие. Это золотое покрытие. Вот. Которое мало изнашивается. И вы можете пользоваться достаточно долгое время. Вот. И здесь мы не заменили на золото. Здесь стоит магний по-прежнему. Чтобы обеспечить разность потенциалов. То есть он работает на теле и как полноценный прибор. И вы можете его держать в руках. Даже совмещать, скажем так, вот это с этим. То есть вот кладете вот так палец. И у вас идет разность потенциалов. И здесь возникает. И между этими, и этими, и этими, и этими. То есть у вас идет 4 точки. Фактически 4, скажем так, элемента активации. Вот в этом плане. Вот. Вот такие вот устройства. Это называется якут армейский. То есть он может быть использован в походных условиях. Вот. Когда вы, скажем, внешняя среда давит на этот прибор. Воздействует, окисляет. Вот этот прибор, он позволяет в этих условиях работать и получать эффекты. Вот эти эффекты, о которых я говорю. В данном случае эффекты стопроцентные, потому что это резонатор. То есть резонанс у вас все равно будет. Также выпущен якут из Пала Санта. Вот он как выглядит. ЭА1. То есть. И также золотая пластина. Вот он очень вкусно. Пахнет так, как Пала Санта, это дерево с ароматом, с запахом очень приятным. Вот такой прибор. Вот. Его тоже можно приобрести. То есть. И выпущена партия, и вы можете их заказывать. Вот. Также сейчас готовится партия дополнительная, потому что заказчиков оказалось больше. То есть инвесторов оказалось больше, чем партии. Мы, в общем-то, все изделия уже проинвестированы. Плюс будет выпущен дополнительный тираж. 100 изделий. Вот. Эти изделия будут реализовываться по инвестиционной цене дилерам. Кто захочет эти приборы распространять. Вот. И их будет в том числе отличать то, что пластина металлическая. В нее будет вставлен бриллиант. Маленький бриллиант 1,9 миллиметра. Вот. Огранка бриллиантовая. Это мусанит. Если вы посмотрите, это аналог бриллианта. То есть это камень. Я его называю звездным камнем. То есть центр будет прям вот. И будет аревы хач. То есть то, что я вам показывал на учителе. Вот такая вот вставка будет и в кулон из обсидиана. Также будут пластины из, соответственно, платины и золота с мусанитом. Вот. Такие изделия уже готовятся. То есть на следующей неделе они уже будут мне поставлены. То есть будет поставлена партия. Партия 100 штук. Вот. И дилеры могут у меня эти изделия заказывать. То есть кто хочет заниматься распространением икутов. Вот. Они будут реализованы дилером по цене инвестиционной. Вот то, что вы все покупали, приобретали. То есть вкладывали инвестиции. Вот по этой цене будут эти приборы поставляться. Количество не одна штука. Вот. От 20 штук. Вот. Если вы заказываете, то вы должны заказать от 20 штук. По этой дилерской цене. То есть вот такими партиями. То есть это не одно изделие. Если у вас есть, например, вы, скажем, приобрели икут. Его, о нем рассказали очень многим людям. И эти люди хотят купить у вас. Вот. Она, вы продаете им, реализуете им по розничной цене. Вот. А вы выступаете дилером. То есть вы получаете за свой труд, это труд, вот. Некое вознаграждение. То есть вот эту дельту. Вот. И, соответственно, это первый шаг к тому, чтобы, именно создать для вас материальный вот эту основу, базис. То есть мы говорим о комфортной жизни. Это тоже и материальное обеспечение этой комфортной жизни. Без вот этих вот моментов комфортная жизнь невозможна. Мы это очень хорошо понимаем. Вот. Поэтому если человек будет испытывать дефицит денежных средств, вот, он никогда не сможет идти дальше. То есть вот эти все теории, манифесты и прочее, для этого человека будет пустым звоном, пустотой. Вот. Но если вы обеспечите себе материальное благосостояние, в тех рамках, естественно, ваших потребностей, то вы уже можете заглянуть и дальше за горизонт. Только в этом случае. В любых других случаях с вами разговаривать бесполезно. Вот. Сколько бы я вам теории не толкал, не пытался вас затащить в светлое будущее, вы туда не пойдете. Вы будете находиться в рамках своих потребностей, которые нужно удовлетворить, чтобы идти дальше. И манифест, он будет для вас бесполезен. Вот. Поэтому приобретайте изделия, участвуйте в дилерской работе. Вы тем самым будете делать добро людям. То есть, вести социальное дело, социальный бизнес, если так можно выразиться. И, соответственно, за это получать вознаграждение, ваше дилерское вознаграждение в размере 40%. От розничной цены. То есть, будет поставка по себестоимости производства. Я на это иду, чтобы, скажем так, распространять эти приборы. Моя цель не заработать денег, а распространить приборы. Вот это цель моего дела, бизнеса. Если так можно сказать. Я его не называю бизнес. Я его называю социальной работой. Для того, чтобы, скажем, как можно больше людей проснулось и начало что-то делать, потому что мы летим в пропасть. Сейчас идет, разворачивается апокалипсис. Вот. Смотрите мои ролики. Я там все подробно об этом говорю. Вот. Спасибо за внимание. До новых встреч. Под роликом будут все мои координаты. Вот. И если кто проявит интерес к дилерству, значит, пишите мне. Вот. И, в общем-то, может быть, вы и станете моим помощником. Вот. Но это нужна ваша воля, ваше желание. Очень сильное желание делать это. Потому что мы в результате рано или поздно мы все будем вынуждены этим заниматься. Это сейчас многие не понимают, что дилерство, вот это распространение этих приборов нужно человечеству. Потому что прибор, он особенный. Вы таких приборов нигде не найдете. Вот. Я знаю много разработок и так далее. Единственный прибор, который дает энергию, ту, которая может служить для человека стимулом его развития и движения дальше. Я здесь не предлагаю какие-то золотые горы и так далее. Мы говорим об изменении человека, об его возможностях, о его энергии и осуществлении им его планов и желаний, какие бы они ни были. Вот об этом мы говорим. И о вероятности того, что это произойдет. Потому что все будет, зависит от вас, от вашей работы, от вашего стремления. Но энергию для этого прибор может дать. Он только дает энергию. Все остальное вы делаете самостоятельно, по своим планам. Вот. И мы можем здесь подсказать ваш план, да, то есть определить, куда вы должны идти. Но все остальное вы должны делать самостоятельно. Не сидеть, не лежать в кресле на диване и ждать манны небесной. Она не свалится на вашу голову. Вы ее должны найти. Вот. И облегчение этого пути мы можем сделать. Частичное облегчение. Но все остальное, все трудности и перипетии вашей судьбы вы должны строить сами. Вот это вот тоже очень важно понять. Вот. Поэтому мы здесь как бы очень серьезно к этому вопросу подходим для того, чтобы стимулировать людей на творчество. На творчество и на стремление изменить этот мир. Вот. Потому что без изменения этого мира мы все вынуждены будем погибнуть. Это неизбежно в силу объективных законов развития общества. Мы здесь ничего не можем ни придумать, ни изменить, если мы не возьмем этот закон под управление, под свое, под народное управление всех людей. Вот. Потому что функция управления должна быть делегирована всему обществу, каждому члену общества. Вот. Если этого не произойдет, вот. И будут также управлять нами элиты, и мы будем толпой, которые будут будут бежать за любым лидером и смотреть ему с открытым ртом в глаза, вот это вот гибельный путь. Вот здесь мы никогда не выйдем из этого морока и никогда не преодолеем вот этот замкнутый круг бесконечного окружения вокруг одного и того же. Вот. Но если мы проявим самостоятельность, если мы начнем все делать с ответственностью, подчеркиваю, с ответственностью к своей жизни, к своим делам и так далее, то есть вероятность, что мы спасемся. Есть вероятность, еще раз подчеркиваю, пока я ее не вижу, эту вероятность. То есть мы летим в пропасть. И я изо всех сил пытаюсь эту тенденцию переломать, перебороть, сделать так, чтобы этого не произошло. Вот это мое желание. Я понимаю просто, что происходит. И поэтому мой долг, мое как бы кредо, именно переломить эту ситуацию. Но без людей, без помощи людей этого сделать невозможно. Вы можете смотреть мои ролики и так далее, и тому подобное, говорить, что это все прекрасно и хорошо. Мы с тобой полный согласие, при этом ничего не делать. Это бесполезный мой труд. Абсолютно бесполезный. Я перед вами здесь просто распинаюсь, как говорится. Мечу бисер, не буду говорить перед кем, чтобы не обижать никого. Вот поэтому, чтобы не было это метанием бисера, вы должны проявить активность. Вы должны смотреть материалы, изучать это, насыщать себя знаниями, потому что без знаний вы не сможете ничего сделать. Без знаний вы не сможете управлять ситуацией. Вот и поэтому здесь очень важно именно заняться просветительской работой именно с собой. Понять в чем смысл вот этого существования нашей на земле. И вот когда вы поймете этот смысл, вот тогда мы что-то сможем сделать реального. просто бежать например за кем-то, кто вас погонит куда-то. Это опять, еще раз повторяюсь, это опять идти, приходить к тупику. То есть дальше нет дороги. Вот то, что хотела сегодня сказать. В принципе, об этом говорю каждый раз. Вот, оздоравливайтесь, пользуйтесь магическими машинами, вот, разбирайтесь в их смыслах, почему они нужны и что они дают вам. Вот, ну и начинайте уже работать, начинайте работать над тем, чтобы изменить нашу жизнь. Спасибо за внимание, до новых встреч. До новых встреч.